Сегодня Всемирный день домашних животных. Можно сколько угодно рассуждать о любви к братьям нашим меньшим, а можно просто заботиться о них, содержать их в хороших условиях и извлекать пользу. Семья Ефремовых из деревни Яныши Чебоксарского района уже на пенсии, но в личном подсобном хозяйстве домашних животных у них немало. В гостях у семьи побывала моя коллега Олеся Русакова. Пока еще коровы не пригнали домой, я готовлю им покушать. Сено положу, муки дам тоже. Любовь и Владимир Ефремовы с самого начала семейной жизни решили, у них обязательно должен быть свой участок земли. К мечте шли постепенно. Сначала занимались овощеводством, выращивали капусту, морковь, картофель. Но росли дети, а вместе с ними и потребности. Семья приняла решение расширить хозяйство. Начали с 40 соток и дошли до 5 гектаров. Ну давай, ешьте, ешьте, поправляйтесь, не бойтесь. Чужие боятся они. Владимир Ефремов был в колхозе главным зоотехником, так что по части содержания домашних животных знает все. Добр, 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 добр. Добр, 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 добр. Хозяйство у Ефремовых большое. Коровы, быки, овцы, гуси, кого только нет. Работы хватает, признаются Ефремовы. Любовь Ивановна доит коров вручную. Жирность молока хорошая, поэтому сметана и творог получаются вкусными. Конечно, разведение домашних животных отнимает много сил, рассказывает Владимир Ефремов. Но и доход это приносит немалый. Судача молока, она выгодна сейчас, до сегодняшнего дня. Вот сегодня 22 рубля. Ну у нас нормально закупается в последнее время, вот у нас закупает Алишер Коварен, предприниматель. Вот он нормально, за каждую неделю деньги дает, проверяет, все прочее. В деревне Любовь Ивановна в лидерах по надоям сдает около 8 тысяч литров молока в год. Сено на зиму готовят сами. Работают они с раннего утра. Чтобы получить хороший надой в течение всего года, необходимо обеспечивать буренок качественным кормом. Ведь, как известно, молоко у коровы на языке. Надо строиться, все прочее, если у тебя техники нет, трудновато. Вот мы заготавливаем 8-9 тонн сена. Это завозить надо, косить, все больше, у тебя есть трактор, нет. Все деньги платить, нет, считай. Без сеней деньги уходят. Незаменимые помощники в хозяйстве – дети. Их в семье Ефремовых двое. И каждый занимается своим делом. Мужчины летом заготавливают сено, весной и осенью вспахивают землю. На их плечах и вся забота о технике. Ефремовы постепенно расширяют хозяйство и продолжают жить по принципу – все, что не делается, все к лучшему. Они уверены, если любить свою землю, можно достичь многого. Олеся Русакова, Андрей Шоклев, Республика.